По данным МЧС России, в органах Федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходит службу более 14 тысяч сотрудников, и лишь 11 из них в Слободском. У нас сейчас мощный, сплоченный коллектив специалистов, профессионалов, преданных своему делу. Большую часть уделяем проведению агитационно-массовой работы, проведению обучения населения мерам пожарной безопасности. Ну и, конечно, основные мероприятия – это проведение различных проверок, неплановые-плановые, на объектах надзора образования, здравоохранения, культуры. Коллектив молодой, сплоченный, но есть и те, кто отслужил здесь более 10, а то и 20 лет. У нас начальник отделения дознания Салтыков Сергей Евгеньевич, который насчитывает свой стаж с 1994 года. И все-таки коллектив регулярно обновляется молодыми кадрами. Данил Шутов на службе неполное два года. Пока учился, проходил здесь практику. После окончания техникума удалось прийти сюда на постоянную службу. Нравится помогать людям, общаться с ними, рассказывать о пожарной безопасности, чтобы они не нарушали требования пожарной безопасности. Но трудности бывают, например, с гражданами. Они нарушают требования пожарной безопасности, их привлекают к административной ответственности. Бывает негативно относятся к нам. Среди положительных моментов профессии большинство сотрудников отмечает возможность развиваться, узнавать что-то новое, помогать людям. Помимо надзора есть и еще одно направление деятельности – проведение дознания по пожарам. И здесь свои трудности. Я постоянно сталкиваюсь с людским горем. Практически каждый день выезжаешь на пожары, видишь искалеченные судьбы людей. Это очень тяжело увидеть человека, когда он стоит в слезах, в тапочках, в ночнушке, и у него дом догорает, и больше у него ничего нет. Это самое тяжелое. Несмотря на все сложности, Василий Касаткин уже более 10 лет служит одному делу. И поменять место работы ни разу не хотелось. И таких здесь большинство. Крепкого здоровья хотелось бы пожелать семейного благополучия, успехов в очень важном деле. И, конечно, снижение пожаров и гибели. И хочется, чтобы наш город в плане защищенности от пожаров был всегда на первом месте в области. Слободской отдел надзорной деятельности на хорошем счету в регионе. По итогам 2013 года он занял третье место по результатам служебной деятельности среди всех отделов Кировской области. Продолжение следует...